В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Перспективы вхождения французского капитала в акционерное общество Брестского региона. Народная дипломатия, вносящая свой вклад в развитие двусторонних отношений об образовании, культуре и туризме. Предметный разговор на важные темы шел на встрече с послом Франции в Беларуси Диде Канесом, руководителей областной и городской вертикали. Актуальный материал Лариса Осмолович. Помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это доброе желание уже не один год объединяет руководителей городских предприятий и организаций. Благотворительные акции «Крылья добра» и «От сердца к сердцу с добротой» провели Ленинская и Московская администрации города Бреста. Настоящее искусство бессмертно. Настоящих артистов любят и ждут. Специальный материал Анастасии Ноздрин-Плотницкой о ярких страницах 29-го Международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера». Прямо сейчас об этом и не только. Прошедшая рабочая неделя была достаточно насыщенной на встречи. Пограничный Брест стал первым городом после Минска, куда с официальным ознакомительным визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Франции в Беларуси Дидье Канес. Руководитель французской дипломатической миссии встретился с губернатором региона Анатолием Лисом и мэром областного центра Александром Рогачуком. В этот же день брестский городоначальник пообщался с представителями делегации голландского Кувордена. Какие темы были затронуты на встречах и к каким предварительным договоренностям пришли стороны, расскажет Лариса Осмолович. Дипломатическая миссия Дидье Канеса, как посла Франции в Беларуси, началась в сентябре 2016 года, и Брест стал первым городом, в который он отправился с официальным визитом. Его встреча с губернатором региона Анатолием Лисом была спланирована заранее. Участие в ней приняли представители управления экономики во главе с заместителем председателя областполкома Андреем Клецем. Краткий экскурс по Брестской области, который правил руководитель областной администрации. И разговор перешел в более предметную плоскость. На взгляд Анатолия Лиса, Брещена с выгодным географическим положением, развитой инфраструктурой и благоприятным инвестиционным климатом может быть интересно французскому бизнесу. Для вхождения капитала в акционерное общество региона есть все возможности. Товарооборот 16 миллионов долларов за 11 месяцев 2016-го оставляет желать большего. Это, конечно, очень мало даже при том товарообороте, который мы имеем в целом. В чем мы видим, допустим, сотрудничество и хотели бы видеть вхождение французских компаний в акционерный капитал наших хозяйственных субъектов. Это, конечно, вопросы машиностроения, которые развиты во Франции, мы хотели бы видеть здесь. Также легкая промышленность, которая у нас имеется, но мы знаем, что легкая промышленность во Франции также развита, и мы бы готовы были сотрудничать в этой сфере. Это химическая, парфюмерно-косметическая промышленность, но это, конечно, лидеры мировые Франция. Поэтому в этих направлениях у нас есть заводы, небольшие и побольше предприятий, которые сегодня готовы к сотрудничеству. Дидье Канес отметил, что углубление сотрудничества с Белоруссией является приоритетной задачей его миссии. Такая цель была поставлена перед ним руководством страны при назначении. Министерство странных дел мне назначили четкую миссию – это углубить наш политический диалог и развивать сотрудничество во всех областях – в экономической области, в области образования, в области культуры. Так что я с этим взялся, и вы увидите, какие там, конечно, планируются мероприятия. Но в этом году, то есть мы совсем скоро будем отмечать 25-летие установления наших двусторонних дипломатических отношений, и в течение года будут несколько мероприятий, которые вот с этой годовщиной связаны. Есть потенциал у двух сторон в развитии и расширении культурных, образовательных, туристических проектов, тем более в свете последних решений белорусского правительства о пятидневном безвизовом периоде, который будет действовать в аэропорту Минск для граждан 80 стран, в том числе Франции. Дидье Конес подчеркнул, что любое упрощение визовых процедур сказывается положительно на развитии туризма. Будут ли предприняты ответные действия со стороны Евросоюза? На этот вопрос дипломат ответил дипломатично. Все может быть. Франция предложила много усилий, чтобы облегчить визовые процедуры. Сейчас, как правило, визы во Франции выдаются за два дня максимум. Тоже упростили процедуру для выдачи многократных виз на срок от года до пяти лет. Потом, что касается перспектив полного отмена виз, то это, и вы знаете, что этот процесс уже начался в рамках Европейского Союза, так что есть рабочая группа, которая этим занимается. Все может быть. Все может быть. В городе полкоме французского дипломата встречали мэр областного центра Александр Рогачук и председатель Совета депутатов Николай Красовский. Первая встреча с Дидея Конесом прошла в дружественной обстановке. Сотрудничество будет продолжено. И, что весьма важно, расширено, ведь белорусский Брест связывают побратимские отношения с двумя городами Франции – Брестом и Порсюрсоном. Я, конечно, вижу перспективы в углублении связей между французским Брестом и белорусским Брестом. Есть дружеские отношения между двумя Брестами, которые были установлены в середине 90-х годов, так что это тоже направление для нашего сотрудничества. Нам важно продолжать уже те наработки, которые есть. Я имею в виду взаимно-культурный обмен, обучение французскому языку здесь у нас в Бресте, проникновение белорусской культуры туда, во Францию. И думаю, что здесь есть совокупность двух факторов. Во-первых, личное отношение с послом Белоруссии во Франции, с Павлом Павловичем Латушко, который активно помогает именно продвижению Бреста во Франции. И, как мне показалось, сегодня это была встреча, знакомство и желание посла Франции и Белоруссии все-таки выделить Брест в особую категорию городов в плане взаимоотношения между городами. В рамках подготовки к тысячелетию мы должны что-то придумать новое, новый какой-то формат, интересный формат для большинства наших горожан. Тем более, есть хорошие прецеденты. Продолжать культурный обмен с французскими городами, а также содействовать углубленному изучению французского языка в средней школе номер 15, территория которой, как и других школ первой линии, выходящих фасадами на крупные улицы и проспекты, будет благоустроена к тысячелетию Бреста. Новым для областного центра будет участие в ежегодном фестивале гастрономии «Вкус Франции». Заявку на участие уже подала усадьба Рыньковка. Есть вероятность, что будут и другие представители, подчеркнул почетный консул Франции в Бресте Леонид Стоецкий. И 21 марта брещанам представится возможность отведать блюда и вина французской кухни, кстати. На встрече была отмечена особая роль Леонида Стоецкого во многих проектах, проходящих в областном центре. Дидей Конес подчеркнул, Леонид Владимирович делает значительно больше, чем ожидается от почетного консула, особенно в культурной сфере. В свое время подвергался сомнению Институт почетных консулов. Что касается работы почетного консульства Франции в Бресте, здесь проведено за эти два года столько много мероприятий, что даже я сейчас, когда перечислял послу эти мероприятия, это еще не все. И то, что сам почетный консул выкупает репродукции, картины, подлинники, проводит выставки здесь и так далее, это все способствует взаимопрокновению культур и создает хорошие нормальные прецеденты. Как пример для образцовых отношений по братимские связи с городом Куворденом. Этот факт подчеркнул в ходе встречи с делегатами из Голландии председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук за более чем 16 лет. С момента подписания договора о побратимстве стороны не раз принимали активное участие в жизни друг друга. Отношения Бреста и Кувордена имеют множество составляющих. Экономических, образовательных, культурных, последние, кстати, активно развиваются и в данный момент. На встрече с мэром Бреста Александром Рогачуком, помимо представителей вертикали власти голландского города, присутствовал ансамбль «Саксалот». Коллектив уже во второй раз принимает участие в фестивале «Январские музыкальные вечера». По словам Александра Рогачука, это хороший пример народной дипломатии, вносящей свой вклад в развитие двусторонних отношений. Мы приехали в Брест не только для того, чтобы посмотреть ваш город. Очень важно укрепить наши, уже и без того, очень хорошие отношения. Брест нам дружественен, здесь живут хорошие люди. Такие же у нас и взаимоотношения. Уже есть связи во многих сферах, есть и перспективы на будущее. Точек соприкосновений очень много. Они приятно были удивлены на самом деле уровнем нашей медицины, уровнем образовательного процесса. Мы очень существенно в последние десятилетия продвинулись в вопросах реабилитации инвалидов, в вопросах других безбарьерных средств и так далее. Есть интерес у голландской стороны оказать методическую и организационную помощь по хоспису. То есть мы очень важно, когда будем сейчас хоспис достраивать, использовать уже имеющийся опыт этого города, которым хоспис работает уже не один десяток лет. Понимаете? Поэтому член муниципалитета проявил интерес к этому делу и я хочу их подключить вот в эту программу. В том, что отношения Бреста и Куворда на будут развиваться, сомнений нет. Обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, яркое тому подтверждение, системный характер двусторонних встреч и выполнение договоренностей, которые в их процессе достигнуты. Лариса Смолович, Анастасия Страбко, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Мероприятие в рамках благотворительного марафона «Крылья добра» состоялось накануне в городе Надбога. В гости к воспитанникам Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Стимул» пришли представители городского жилищно-коммунального хозяйства, областного союза женщин, а также Брест газоаппарата. И пришли не с пустыми руками. Праздничная новогодняя рождественская пора – это самое подходящее для подарков время. Подробности в следующем материале выпуска. Центр «Стимул» функционирует в Бресте без малого два десятилетия. Это основная задача, которая стоит перед его специалистами – оказание помощи детям с особенностями психофизического развития. В настоящий момент здесь обучается 19 ребят с тяжелыми умственными или физическими нарушениями. Уже не один год в новогоднюю рождественскую пору в центре инициируют и проводят специальный благотворительный марафон «Крылья добра». В его рамках в гости к воспитанникам приезжают представители различных предприятий и организаций. Поверьте, откликнулось достаточно много людей. Уже к нам приходил владыка, который поздравлял детей с праздником. Вчера приходили представители Ленинского РОВД. Очень много приходило волонтеров из средних школ Ленинского района. Были и другие предприятия, которые тоже приняли участие в нашем марафоне. Ребятам очень нравится. Ребята радуются каждому гостю, каждому герою. И вместе с нами они всегда рады их видеть. В числе гостей очередной встречи представители Брестской областной общественной организации «Белорусский союз женщин». По словам ее председателя Валентины Пух, рождественская пора – время, когда особенно важно делиться теплом своих сердец, помогать тем, кто в этом нуждается. Пусть это незначительные наши какие-то маленькие пока вклады, это радость для детей, конечно, это же сладкие подарки. Это принадлежности для занятия ими разного рода творчеством. Это и констовары, и художественные какие-то мероприятия разного рода. Ну и, конечно же, игрушки. Свой вклад в общее дело внесло и Брестское городское ЖКХ. Его сотрудники собрали средства на покупку компьютеров и спортивных тренажеров для центра. Последние, к слову, уже установлены и активно используются. «Коллектив ЖКХ, в ЖКХ более 4,5 тысяч работников, откликнулись на призывы не руководства, а призыв души и своего сердца, и кто сколько мог, собрали для того, чтобы детям сделать сегодня праздник». Свои поздравления через подарки передали и сотрудники Брест газоаппарата. А еще для ребят и их родителей была подготовлена небольшая концертная программа. И воспитанники центра были не просто зрителями, они водили хороводы и участвовали в конкурсах. Одним словом, праздник состоял из всех его классических составляющих – подарков, сладостей и веселья. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луковкин. Специально для итоговой программы. В продолжении темы. От сердца к сердцу с добротой. Благотворительный марафон под таким названием прошел в городе Надбога. Традиционную акцию уже не один год подряд проводит территориальный центр социального обслуживания населения Московского района при поддержке попечительского совета, в который входят руководители предприятий города. О том, как прошел благотворительный форум, Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Благотворительность приходит с раскрытыми ладонями. Ее главное назначение – отдавать. Она никогда не бывает лишней. Всегда есть тот, кто находится в трудной жизненной ситуации и выхода из нее пока не видит. Эти слова могут стать в некотором смысле девизом акции «От сердца к сердцу с добротой», которую на протяжении многих лет принимает средняя школа номер 15. По давно сложившейся традиции праздник проходит в уютной, в некотором роде семейной обстановке. Мы ориентируем всегда коллективы района и города Бреста на поддержку подобной категории населения. Также не забываем и талантливых детей. Помочь тому, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это доброе желание уже не один год объединяет руководителей городских предприятий и организаций. Дети из многодетных, малообеспеченных семей, домов семейного типа, а также одаренная молодежь. Каждый из 42 ребят не остался без внимания и денежной помощи. Сегодня мы обращаем внимание именно на детей, которые нуждаются в помощи. В первую очередь это все дети, которые находятся, ну скажем так, не дети, а родители находятся в трудной жизненной ситуации. Традиционная акция «От сердца к сердцу с добротой» в этом году объединила 15 предприятий. Независимо от размера и формы собственности, каждый из них является полноценным участником экономической системы страны. Может зарабатывать и умеет не только обеспечивать себя, но и помогать другим. Руководители пообещали, добрая миссия будет продолжена, а ее летопись пополнят новые герои. Мы понимаем важность, понимаем роль нашу, наше оказание людям помощи, в том, что не оставить людей без внимания, без встречи, без материальных каких-то вознаграждений. Поэтому мы активно работаем в московском районе. Я думаю, что все поручения, которые нам доводятся со стороны территориального совета, мы в обязательном порядке выполняем. Потому что они небольшого объема, но очень нужны для людей, нужны для тех, у которых проблемы, для того, чтобы создать им условия, для того, чтобы создать хорошее настроение. Поэтому мы с удовольствием это выполняем. Сегодня сфера информационных технологий одна из самых востребованных и популярных. А потому неудивительно, что интерес к учебному центру есть. Очередное подтверждение тому – полный зал на конференции, которую провели специалисты IT-школы и приглашенные гости. Подробности в материале Анастасии Стропко. Конференция про IT состоялась на базе научно-технологического парка, где не так давно получила прописку и первая в городе над Бугом школа IT. Участие в ней приняло около сотни человек, как совсем юных дарований, так и постарше. В числе спикеров – белорусские и российские специалисты. Мероприятие такое проводится у нас в Бресте впервые. Приезжают спикеры из компании Orange Soft, E-PAM Systems и также из нашего технического университета. Будем рассказывать новейшие тенденции в развитии 3D-моделирования, программирования и искусственного интеллекта. В числе участников конференции ученик 30-й школы областного центра Даниил Карагодин. Юноша увлекается компьютерами уже не один год. И если раньше он чаще всего просто играл в игры, то сегодня всерьез намерен их создавать. Подобные мероприятия считает хорошей площадкой для развития. Я пришел на эту конференцию, потому что я хочу делать игры. Потому что разрабатывание игр – это очень большое количество прибыли. И это очень хорошая возможность обеспечить себя в будущем. Специалисты утверждают расхожий стереотип о том, что сфера информационных технологий у дел людей исключительного ума и сообразительности не совсем верен. Если есть желание, настойчивость и тяга к знаниям, одолеть модное направление сможет практически каждый. Все покажем, научим. Тем более я сам, мне никто не преподавал, я просто залез в интернет, и так может каждый. Только здесь люди приходят для того, чтобы это им уже переживали, дали, и они не тратили так много времени, сидя в интернете, что самим тоже не всегда легко. К слову, в Брестской IT-школе совсем скоро начнутся занятия. Как и прогнозировали руководители проекта, набор групп оказался делом достаточно быстрым. Желающих осваивать азы и расширять свои знания немало. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Прошедшая неделя приятно порадовала ценителей и преданных поклонников классики. Город над Богом в 29-й раз принимал международный фестиваль «Январские музыкальные вечера». Четыре концертных программы от артистов из 11 стран мира. Более полугода шла насыщенная подготовка. Велись переговоры, согласовывались графики, подбирались произведения. И вот очередная страница легендарного форума с большой историей перевернута. О настоящих аншлагах, главных героях и незабываемых впечатлениях одного из ведущих культурных событий Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Праздник большой, праздник очень крупный. Праздник классической музыки, который случается у вас раз в год регулярно на Рождество. Большой красивый праздник. Символично, что он начинается в начале года и задает ему такой хороший тонус. Потому что классическая музыка – это то, что всегда должно быть с нами. Это интервью мы записали за несколько минут до начала первого музыкального вечера. Пока в холле шумно собираются гости праздника, обсуждая программу, рассуждая о классическом искусстве, артисты готовятся к началу мероприятия. Форума, который задает хороший музыкальный тон культурному развитию региона на год. География участников – от Японии до Соединенных Штатов Америки. Подготовка к масштабному мероприятию начинается задолго. Многие артисты стараются так спланировать свой график, чтобы не пропустить общение с брестской публикой. Хочется, чтобы был высший пилотаж. И так получилось. Ну, приезжают большие мастера и тоже высший пилотаж. Это приезжает знаменитый профессор Парижской консерватории Ильюджин Ингрич. И поэтому он исклетел весь мир. Он представительный уже возраст имеет, но он играет, и он нам дает какую-то почву жизни – понимать музыку или просто продолжать играть всегда. За долгую историю своего существования январские музыкальные вечера стали творческой традицией, делающей Брест ярким городом. Об этом во время торжественного открытия говорил председатель Оргкомитета музыкального форума, мэр Бреста Александр Рогачук. Продолжать это дело – значит знакомить брестского слушателя с классической музыкой в исполнении виртуозов с мировыми именами. Определение яркое и очень многогранное. И здесь, наверное, не столько новогоднее оправдание, не столько яркое улице, как прежде всего свет, сердец самих жителей этого города. И удивительно, но история человечества не придумала лучшего детализатора человеческой души, чем классическая музыка. Если вы поклонники, мы поклонники классической музыки, есть много брещан, которые давно знают этот фестиваль и будут присутствовать на многочисленных концертах. Есть напряженная работа, которая велась в течение целого года. Практически сразу же после окрещения 28-го фестиваля распоряжением Круповской области был создан Оргкомитета, который я возглавляю, и мы очень скрупулезно, совместными усилиями власти, общественности, музыкальной общественности готовили 29-й фестиваль. Я уверен, что он будет немножечко ярче, чем 28-й фестиваль. Я очень надеюсь, потому что есть замечательная публика, есть замечательные участники. Я желаю всем ярких впечатлений, я желаю всем участникам поминучшего волнения на сцене, потому что это близкая публика, она взыскательная публика, и я уверен, что все у нас получится. 29-й фестиваль для 20-й музыкального вечера объявляет открытую. В этом году первый творческий вечер открыло выступление симфонического оркестра Национальной государственной телерадиокомпании. Коллектив под руководством художественного руководителя и дирижера Вячеслава Чернуха-Волича исполнил одно из наиболее известных произведений Чайковского – симфонию номер 5, ми-минор в четырех частях. Каждый год в Бресте на сцене Академического театра драмы звучат произведения классиков разных лет, от каноничных Баха и Бетховена до виртуозов-первооткрывателей Чайковского, Драгомышского, Дебюси. Причем публика открывает для себя не только инструментальную музыку. Особое внимание при подготовке форума уделяется вокалистам. Приятно радует публику зарубежные коллективы. Многие исполнители приезжают в рамках фестиваля уже не в первый раз и каждый год стараются чем-то удивить. Своё выступление нидерландский ансамбль саксофонистов «Сакс Элот» под руководством Герарда Геррица начал с исполнения белорусского гимна. Январские музыкальные вечера становятся площадкой для реализации различных творческих задумок, в том числе и совместных, что еще больше объединяет между собой артистов. Зритель же получает эстетическое удовлетворение и ждет новых музыкальных экспериментов и вариаций. Это развивает какой-то духовный мир больше. То есть так получилось, что была возможность прийти и почему бы нет. Да, это интересное событие для города и мы рады его посетить, потому что, во-первых, считаю, молодежь должна посещать такие события. И мы рады, что у нас есть такая возможность. Музыка вообще прекрасна. Любая. И классическая, и обычная музыка, эстрадная. Мы любители. Ну, больше эстрадной, конечно, музыки. Но послушаем классику. Я стараюсь быть на всех январских вечерах, потому что это уникальное событие, когда вы можете услышать классическую музыку от многих-многих исполнителей. Я должен сказать, что с моей точки зрения существует два фестиваля. Старший брат – это здесь, на базе Академического театра. И младший фестиваль, который младше только потому, что у него помещение чуть меньше, и потому что проходит днем. Однако любое явление имеет начало и конец. Наступает пора прощаться. Но это ненадолго. Все для того, чтобы уже в следующем году встретиться в этих же залах вновь на открытии юбилейного творческого вечера. Да, в самом деле это праздник, праздник для души. И мы должны сегодня с вами откровенно поблагодарить организаторов этого мероприятия за предоставленные минуты удовольствия. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Накануне в круглом зале Брестского гурисполкома прошла вторая акция в рамках инициативы «Олимпийское дарование-2016». В торжественной обстановке организаторы подвели итоги года, а также наградили наиболее успешных молодых спортсменов Брещины дипломами и памятными подарками. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, с подробностями. Во второй раз представительство Национального олимпийского комитета в Брестской области проводит такое крупномасштабное мероприятие. Участниками акции в этом году стали 94 юных дарования со всего региона, выступающие в 20 олимпийских видах спорта. Ребята уже успели в некотором роде завоевать себе имя, подтвердив успех выступлениями на ведущих стартах области, страны и мира. «Хотелось бы, чтобы отсюда выходили звездочки, что мы не зря им присуждаем премию дарования, чтобы они действительно были к ним более, мы были к ним более внимательны и завтра ждем от них тоже какого-то роста результата». Среди почетных обладателей наград воспитанница училища Олимпийского резерва Владислава Пранько. В свои 18 это милая обаятельная девушка, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, победитель различных соревнований европейского и международного уровня. Уже после награждения Влада с удовольствием рассказывает о том, как пришла в этот вид спорта и как в нее верят близкие и родные, особенно дедушка. «Важно быть очень спокойным и равновешенным, не поддаваться на эмоции и чувствовать себя. Мне помогают все время родители, поддерживают очень, тренер, конечно. Это очень важно, когда есть поддержка». И если для Владислава Пранько очередные достижения будут связаны с участием в ближайших Олимпийских играх, то для многих малышей, присутствующих в этот день в зале, «Звездный путь» только начинается. Да, уже в свои юные годы они имеют награды республиканского и международного уровня. Однако это только начало пути. Впереди будут новые тренировки, новые соревнования и новые победные места. Анастасия Наздрин, Плотницкая, Дор Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Бук ТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 15 января республика останется в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием малоактивных фронтальных систем. В Бресте в воскресный день будет пасмурно и снежно. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток 0, минус 2 градуса. 16 января погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт. В Бресте в понедельник ожидается облачное с прояснениями. Небольшой кратковременный снег, слабый туман, изморозь на дорогах гололедится. Ветер неустойчивый, южного направления слабый. Температура воздуха минимальная ночью – минус 3,5. Максимальная днем – 4 градуса мороза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова